МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Раиса Кобеевна. Здравствуйте. Мне интересно, как начался новый учебный год? И все ли механизмы дистанционного образования и обучения были налажены, чтобы начать этот новый учебный год? Переходя в дистанционной форме обучения, можно коротко ответить, что мы приготовились в этом учебном году, уже более подготовленными перешли к учебному году. В прошлом году, в марте месяце, мы, в принципе, безболезненно смогли перейти на онлайн-обучение, это одна из технологий дистанционного обучения. В этом году сделали некоторые инновации, то есть подняли на более высший уровень само обучение. Я думаю, что мы правильно построили дистанционное обучение, то есть мы смогли построить совместное взаимодействие между студентами и преподавателями. В дистанционном обучении наиболее важным является этот контент, подготовка контента. В связи с этим мы проработали этот вопрос, открыли специализированную лабораторию по подготовке цифрового контента. Она у нас в отдельной лаборатории сделана, где каждый преподаватель может подготовить свою дисциплину в цифровом формате. Я не скажу, что мы стопроцентно перевели все курсы, но в основном, основные все курсы мы смогли перевести в цифровой формат. И это облегчает работу проведения дистанционного обучения. Да, безусловно, это облегчает. А вы могли бы рассказать поподробнее, какие инновационные решения были приняты для запуска этой формы обучения, то есть онлайн-обучения для студентов? Вот если переходить к инновациям дистанционного, дистанционное обучение, оно существует уже давно, эта форма, но так как в основном преобладало традиционное обучение, этому в нашей стране, возможно, не во всех университетах отводилось существенное место. Но мы так как являемся университетом информационных технологий, мы в своих планах предусматривали, что 30% дисциплин переводить на онлайн-обучение. И вот с этим, естественно, мы привлекали различные инновации. Вот одна из инноваций, которая в этом году сделана, это интегрирование учебного нашего процесса в международную платформу Курсера. Это специальный шаг, сделанный нами. Это Курсера, это и есть интеграция в международное образовательное пространство. Это специальный такой шаг для университета. Мы три месяца, порядка три месяца работали с Курсера, отбирали курсы, которые будут читаться у нас, проработали каждый курс и выбрали второй, третий курс. И на втором, третьем курсе 2200 студентов сейчас имеют доступ к этой, скажем, платформе большой. И каждый студент имеет возможность прорабатывать 4200 курсов. Но из них мы специально на втором, третьем курсе выбрали в каждом семестре по одному курсу, обязательному, во всех образовательных программах. Это огромная работа. И здесь получается, интегрируясь в международное пространство, наш студент имеет возможность слушать профессора Стэнфорда, процессора MIT, таким образом подобранные курсы. Но мы контролируем этот процесс совместно с Курсера. От нас работают менторы, которые ведут полный контроль над проведением этих занятий. Еще одно из новшеств, инноваций, которые мы ввели, это необходимо аппаратное обеспечение, онлайн обучение. Сейчас же говорят, вот не хватает интернета, этот вопрос должен быть как-то по-другому решен. Мы это решили через виртуальные технологии. Простыми словами говоря, это означает, что преподаватель готовит свои лабораторные, свои курсы на своей стороне, у него есть доступ к множеству сервисов, которые представляются этой технологией. И теперь студенту нет необходимости загружать на свой компьютер все эти приложения. Ему дается доступ к сервисам, и они совместно начинают работать. Это, знаете, для тех, кто в IT-технологиях работает, я считаю, они понимают, что это чисто айтишное решение. И это дает возможность нам безболезненно перейти на дистанционное обучение. Вот наша сегодняшняя тема, наша беседа посвящена онлайн-образованию, онлайн-обучению. А изменилось ли качество образования в связи с новым дистанционным форматом? Я считаю, я сама тоже айтишница, поэтому считаю, что переход на дистанционное обучение, наверное, даже в какой-то мере поднимает качество образования. Потому что преподаватель должен быть цифровой, грамотный. Вот с этим подходом мы строим эти лаборатории. Если преподаватель не может своим контентом работать, это уже не айти-преподаватель. Поэтому качество преподавания поднялось на уровень. Какие образовательные направления в рамках международных проектов изменили свой привычный формат? И изменилась ли вообще международная практика сотрудничества в связи с введением дистанционного обучения? Естественно, введение дистанционного обучения, не скажу 100%, но в целом поменяло формат международного сотрудничества. Благодаря об этом, могу привести пример. Мы проводили международную конференцию, которая для нас очень важна. Этот уровень конференции, конференция наша интегрирована со скопусом. Международная компания, с которой мы организовали эту конференцию, дала нам возможность выйти в международное пространство. И были привлечены ученые не только Казахстана, а ученые международного уровня. Международное сотрудничество перешло на этот формат. То есть мы смогли обеспечить совместно с международной компанией интеграцию в скопус. Наши публикации, публикации наших докторантов даже, будут иметь место в базе скопус. Теперь международное сотрудничество еще в чем заключается? В академической мобильности, приглашении зарубежных ученых. Вот этот вопрос сейчас... У нас есть зарубежные профессора, которые привлекаются. В этом году даже легче стало их привлекать. Они работают дистанционно. То есть международная практика показала, что с онлайн-обучением можно сотрудничать? Можно сотрудничать в любой точке, в любое время. Молодые специалисты очень часто уезжают за рубеж и там работают. А как оценивают их работу, их деятельность, их профессиональные навыки за рубежом и за границей? Международный университет информационных технологий стал, уже можно сказать, ответственно, стал известным университетом. И наши выпускники востребованы не только в Казахстане, но и за рубежом. Каким образом это получается? Ну, во-первых, это сотрудничество с другими университетами, с зарубежными университетами. Мы посылаем своих магистрантов, докторантов, приглашаем их студентов и участвуем в международных соревнованиях. Вот есть такой конкурс или, будем говорить, соревнования, ACM, это спортивное программирование, где мы уже на протяжении всего своего существования, 10 лет участвуем. И наши команды, которые там участвуют, ну, уже это становится практикой, их приглашают в зарубежные компании. Наши ребята работают в Гугле, в Амазоне работают, их приглашают известные зарубежные компании. Сейчас вот пофамильно даже можно сказать, порядка 10, это точно наших студентов, уже по приглашению университета работают. А есть практика, когда студенты проходят практику, ищут и зарубежные компании. В Германии очень много ребят наших работают. А вот по итогам картины набора абитуриентов в этом году, какие стали специальности более востребованные, какие менее востребованные? Вообще изменилась ли картина в целом? Картина в целом изменилась. Потому что, надо отметить, это не только по нашему университету. В целом в образовании Казахстана произошли реформы. Мы отошли от понятия специальностей к образовательным программам. И вот немного опережая эти события, наш университет смог два года тому назад участвовать в проекте Всемирного банка, 40 образовательных программ, которые были построены по основным трендам развития для IT-отрасли в МИИ. И появились такие направления, которые для казахстанского образования, в принципе, были новые. Сейчас вот мы работаем по 11 направлениям образовательных программ. И в этом году летняя компания показала, что школьный абитуриент, то есть абитуриент со школой уже идет грамотный. Он разбирается, он не ищет уже общую специальность, он ищет образовательную программу уже узкого направления. И особенно востребованность междисциплинарности. Вот не чисто программистом, а программист какой-то прикладной области. То есть абитуриенты четко понимают, что им нужно? Не понимают, да, не спрашивают. Вот те направления, которые были востребованы, это, естественно, машин-леунинг, это, естественно, биг-дейта, ну, я по названиям говорю. Data science – это самое сейчас востребованное, то есть обработка данных, работа с данными. Обработка данных – это имеется в виду не просто сама технология обработки, а применительно, допустим, к рейтелу, применительно к агропромышленному комплексу. И, наверное, даже вот пандемия ввела какие-то коррективы. Стали востребованы медицинского направления эти образовательные программы. В этом году мы открыли новую образовательную программу биокомпьютинг. Мы очень беспокоились, сможем ли мы набор сделать. Вот как раз ее и спрашивали. Физиология человека и животных. Абитуриент приходит и спрашивает, какие у вас есть лаборатории. Вот для нас, знаете, немного даже было очень, немножко шоковым даже состоянием, что молодой абитуриент спрашивает о содержании образовательных программ. А особенно, я еще раз повторяю, междисциплинарные образовательные программы. IT-генетик, биокомпьютинг, IT-медицина. Вот эти образовательные программы, они сейчас очень востребованы. Ну, естественно, мы остаемся вот в своем традиционном направлении. Это разработка программного обеспечения, это программная инженерия, компьютерная инженерия. Они остаются востребованными. И направление информационной системы, это вот междисциплинарность в информационных системах. Финтех, тот же самый, сейчас очень востребованный. Вот такие направления в этом году были в таком большом спросе об абитуриенте. Вот в продолжении темы программирования, я знаю, что команда Международного университета информационных технологий уже не первый год принимает участие в Международной олимпиаде по спортивному программированию. А если я вам да говорю. Да, вот как вот в этом году будет проходить мероприятие в связи с пандемией коронавируса? В связи с пандемией, естественно, изменились форматы. Мы уже, который год, уже мы 11 лет существуем, 10 лет мы участвуем в этих соревнованиях. И в 2018 году мы по среднеазиатскому региону стали золотыми чемпионами. И, как обычно, у нас 5-6 команд мы представляем. Вот одна из команд входит в эту двадцатку. Двадцатка в мировом масштабе это очень хороший результат. Наши команды готовы. Предполагается, что в октябре месяце в онлайн-режиме, ну это всегда в онлайн-режиме проходит, но территориально собираются. А в этом году в онлайн-режиме, вот мы сейчас готовимся, предполагается в октябре месяце, это уже новый чемпионат пойдет, прошлогодний чемпионат, ожидаемо в 21 году, в июне будет проходить в Москве. Та наша команда отдельно готовится. А вот в октябре мы будем участвовать, 4 или 5 команд наши будут участвовать. Сейчас идет интенсивная подготовка к этому. Ну, дальше время покажет, как они будут участвовать. Я думаю, наши ребята займут свое определенное место. Это наша большая фишка. Многие школьники даже приходят на эту подготовку для участия. Мы специально отобираем таких ребят по всему Казахстану, ищем во всех школах. У нас есть фокусные школы, с которыми мы работаем. Это вот наше такое специальное подразделение, которое работает. Оно вот как раз аккумулируется в инновейшн-центр, где мы с вами сидим. Раиса Кабиевна, я надеюсь, что ваши студенты будут занимать только первые места. Вам большое спасибо за интересную беседу и успехов вам в вашей деятельности. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Я думаю, что наши IT-специалисты будут востребованы не только в Казахстане, но и по всему миру. И мы будем иметь большие успехи. О вопросах высшего образования, а также о преимуществах и недостатках онлайн-обучения мы сегодня говорили с ректором Международного университета информационных технологий Раисой Ускинбаевой. С вами была программа интервью на Атомикенбизнес. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин